Диетическое изменение мозговых волн. Чай, черный, зеленый, белый, получают из чайного растения. Это отличается от травяного чая, под которым понимается заливание горячей водой любого растения, кроме этого конкретного растения. На нашей планете, существует 287 655 различных видов растений. Почему же именно это растение, является самым популярным напитком в мире? Дело не в кофеине, в кофейном растении его больше, но больше людей пьют чай, чем кофе. Дело скорее всего не во вкусе, большинство людей вероятно предпочтут мятный или фруктово-ягодный чай, как более приятный на вкус. Это достаточно красивое растение, но почему люди пьют его буквально миллиарды чашек в день? Возможно, мы только что выяснили это. Оказывается в этом растении, есть нечто такое, что в природе встречается только в двух местах. Здесь, и в грибе под названием подберезовик, ученые решили, что с этим грибом вкуснее есть сухарики, и назвали уникальное вещество тианином. Что же такое оно делает, что на него подсели миллиарды людей? Когда вы подключаете человека к электроэнцефалографу, чтобы измерить его волновую активность, то обнаруживаете, что у человека, есть четыре психических состояния, два во время сна и два во время бодрствования. Дальто-волны, когда весь мозг по сути электрически пульсирует, очень медленно, примерно волна в секунду, наблюдаются только в глубоком сне. Затем выступает сон с тетаволнами, когда вы видите сны, с частотой около пяти циклов в секунду. Два состояния бодрствования, альфа и бета. Альфа-состояние, это расслабленность, осознанность, внимательность, как при закрытии глаз и медитации. А бета, это более стимулированное суетливое состояние, в котором живет большинство из нас. Альфа, это то состояние, в котором мы хотим находиться, полностью бдительны, сосредоточены, но спокойны. Как этого достичь? Если вы расслабитесь в приятном спокойном месте, то примерно через 90 минут, вы сможете увидеть значительную альфа-активность, которая имеет желто-красный цвет. Практикующие медитацию, например, буддийские монахи, могут достичь этого состояния раньше и сохранять его, даже с открытыми глазами. Таким образом, вы можете медитировать каждый день в течение нескольких лет или просто пить чай. Вот количество тианина, которое попадает в мозг, после того, как вы выпьете, примерно две чашки чая. Посмотрите и сравните, сможете ли вы обнаружить разницу. Именно поэтому люди пьют чай из чайного растения. Вот новые эффекты, о которых мы узнали за последние 12 месяцев. Употребление чая из чайного растения, вдвое снижает риск заболевания раком яичников. Вдвое снижается риск заболевания раком эндометрия. Снижает уровень холестерина-сахара в крови, и снижает вес. Защищает нашу печень и защищает наш мозг. Пейте зеленый чай каждый день.